Строительство комфортных школ в рамках национального проекта является хорошим подспорьем в решении проблем дефицита ученических мест, трехсменных и аварийных школ. В настоящее время для их строительства полностью получен государственный земельный акт. А чем центры образования данного проекта будут отличаться от обычных школ, смотрите в сюжете. Такие школы строятся по единому стандарту и в селе, и в городе. Кроме того, созданы условия для детей с особыми образовательными потребностями. В новых учебных заведениях будут предметные кабинеты, компьютерные классы, лаборатории и мастерские. Кроме того, мы поинтересовались у ответственных лиц, какие еще новшества были включены в проект. Для начальных и старших классов будут созданы блоки, где они будут учиться отдельно. Для них на каждом этаже будут учебные кабинеты и уборные. У школьников будут шкафчики для их личных вещей. Их учащиеся, находясь в любой точке школы, могут воспользоваться высокоскоростным интернетом. Эта школа мне очень нравится, потому что в такой школе учатся немного детей. Даже гимназии не такие, как эта школа. То есть условия в этой школе очень комфортные. Поэтому данная школа мне очень нравится и вдохновляет меня учиться. Эта школа современная. Здесь есть места для отдыха, игры в шахматы, чтения книг, столовые, спортзалы большие, очень удобные. Здесь еще очень красивые парты, белые. В школе очень много мест, где можно почитать книгу или отдохнуть. На 15-минутный перемене отправляемся в комнаты для отдыха, где можем побеседовать и расслабиться от учебы. Я очень рада, что учусь в такой школе. Ведь такой комфортной школе могут учиться не все. В рамках данного проекта в период с 2023 по 2025 годы в области планируется строительство 13 таких школ на 9500 мест. На сегодняшний день уже начато строительство 8 школ на сумму 15,1 миллиард тенге.